Привет! Ну что, сегодня мы вновь вернёмся к французским авто, к марке Renault в частности, и посмотрим, можно ли доверять Renault Megane третьего поколения. Итак, вы на канале «АвтоСтронг» и сейчас вы узнаете о всех слабостях этой модели. В третьем поколении Renault Megane выпускался в четырёх вариантах кузовов. Самый популярный – это пятидверный хэтчбек, как в нашем случае, и «Универсал». Также есть более редкие трёхдверные купе-хэтчбеки, а также есть кабриолет с крышей-трансформером из стали. Внешность этой модели обновлялась в 2012 и 2014 году. Про кузов Renault Megane очень много противоречивой информации. Начнём с того, что этот автомобиль в тесте на пассивную безопасность Euro NCAP в 2008 году разбился на высшие 5 баллов. Так что с пассивной безопасностью у этой модели всё в порядке. В целом кузов неплохо защищён от коррозии. Его кузовные элементы оцинкованы. Но слой цинка тонкий, поэтому там, где слой краски протёрся, либо же долго подвергался воздействию реагентов, кузов начинает ржаветь. Также могут рыжеть и сколы краски. Более серьёзная ржавчина появляется на порогах. Но кузовные детали десятилетиями не превращаются в труху. Всё начинается в их передней части. Если владелец не установил брызговики, то тогда грязь и песок протирают краску и поверхностный слой металла. Перед установкой брызговиков надо зачистить и покрасить протёртую часть. На двери багажника Renault Megane 3-го поколения в «Универсале» установлена пластиковая накладка, которая со временем потихоньку начинает контактировать с панелью двери сверху и бампером снизу. Краска там протирается, то есть это приводит к чисто косметическим дефектам. Если световые приборы в крышке багажника погаснут, то тогда ищите проблему вот в этой гофре. Почти на всех Megane 3-го поколения пришлось переуплотнить задний стоп-сигнал. Его уплотнитель рассыхается и начинает пропускать воду. То есть после мойки или сильного дождя появляются капли или даже струи воды на заднем стекле изнутри. Но решить эту проблему просто. Достаточно снять стоп-сигнал, избавиться от старого уплотнителя и приклеить новый. Также подойдет универсальный оконный уплотнитель подходящего размера. Внизу по краям лобового стекла у Megane 3-го поколения есть дренажные отверстия, прикрытые клапанами. Чтобы добраться до них надо снять пластиковое жабо и справа снять резиновую накладку, а слева открутить поводок водительского дворника. Вся вода и мусор протекают в желоб и стекают вниз через два дренажа. Но если мусор забьет клапаны, то тогда вода будет искать другой выход. Как результат она попадет в воздуховод салона, а оттуда в салон. Как результат мокрые коврики. Чтобы решить проблему, владельцы убирают клапаны с дренажей, так как они работают как заглушки и чистят дренажи перед осенью или перед весной. Помните, в обзоре Renault Duster мы рассказывали про трещины на крыше в задней части в желобах? Так вот, у Renault Megane точно такая же проблема. Дело в том, что кузов этого автомобиля слабоват на кручение. Поэтому после первых проездов по кочкам либо же после парковок на бордюре здесь появляются трещины, которые тянутся вдоль по сварным швам, затрагивая внешний слой краски, также слой герметика под ней. Но не беспокойтесь, никаким печальным последствиям это не приводит. Со временем при открытии дверей начинают щелкать ограничители. И не только они. В ограничителях надо поменять втулки, которые скользят вдоль по штоку. Еще стоит обратить внимание на металл вокруг крепежной планки ограничителя на стойке кузова. Дело в том, что здесь появляются трещины. Из-за того, что дверь постоянно открывается и закрывается, металл выгибается в обе стороны как тарельчатая пружина. Это приводит к глубоким трещинам, а также к выравниванию фрагмента металла. Для устранения слабости стали в этом месте приходится придумать металлическую пластину, затем как-то крепить ее к кузову, а затем сюда привинчивать ограничитель открывания двери. В зависимости от региона, для которого был произведен Renault Megane третьего поколения, он может оснащаться теплоэлектронагревателем. Теплоэлектронагреватель спасает зимой. Он подогревает радиатор печки и поэтому подача теплого воздуха не заставляет себя ждать. Это очень актуально для автомобилей с дизельным двигателем, потому что они прогреваются очень долго. Если ТЭН не работает, то никаких ошибок на диагностике вы не увидите. Если он действительно присутствует в автомобиле, то он находится над радиатором печки. Чтобы его найти, надо снять накладки центрального туннеля. Слева будет установлено реле, то есть с водительской стороны, а справа с пассажирской стороны будут видны силовые провода электронагревателя. Если ТЭН есть, то надо перепрограммировать центральный коммутационный блок автомобиля. Дело в том, что данные о ТЭНах иногда отсутствуют в прошивке. То же самое надо сделать, если вы решите дооснастить ваш Меган теплоэлектронагреватель. Вентилятор салона Renault Megane 3 может внезапно отказать из-за износа щёток электромотора. Бодрое потряхивание и постукивание по коробу печки может оживить этот узел. Но эта проблема ремонтируемая. Можно заменить щётки, но для этого надо аккуратно, основательно разобрать узел со съёмкой крыльчатки. Лучше с этим делом не затягивать, потому что следом может накрыться и якорь. А это приведёт к тому, что придётся покупать узел целиком. В зависимости от года выпуска Renault Megane 3 оснащается двумя типами панелей. Есть панель со стрелочным спидометром, либо же, как в нашем случае, комбинированная панель с цифровым спидометром. Обе панели страдают от перегорания светодиодов подсветки. Эта проблема решается перепайкой, то есть установкой новых светодиодов. Сначала светодиоды начинают моргать, а потом тухнут. А если датчик наружной температуры будет показывать неадекватные значения, ну, скорее всего, заниженные, то тогда надо снимать накладку переднего зеркала и менять в этом датчике термистор. Чувствительный элемент датчика термистор продаётся на радиорынке. Иногда на полу, в ногах пассажира или за пластиковой обивкой при замене салонного фильтра можно обнаружить красивый болт. Этот болт для крепления подушки безопасности пассажира. Чтобы вернуть его на место, нужно снимать бардачок, и тогда будет видно место крепления подушки безопасности. Megane, да и многие Renault с МКПП оснащены демпфером сцепления. Он встроен в гидравлическую линию, проложенную к выжимному подшипнику. Этот демпфер со временем даёт течь тормозной жидкости. Именно она используется в контуре сцепления. Уровень жидкости снижается, ЭБУ сообщает о неполадках в тормозах. Кстати, утечку тормозной жидкости можно увидеть по наличию её на деталях подвески слева, а также на полуоси. Трубка с демпфером стоит от 90 до 120 долларов. Для её замены надо расчистить путь КПП, то есть снять аккумулятор, его площадку и другие детали. Есть и народный метод. Демпфер можно снять, разобрать и поменять резиновое колечко, через которое происходит утечка. Колечко надо подбирать подходящего размера, а прокачка тормозов после замены колечка или демпфера обязательно. На Renault Megane 3-го поколения устанавливали много разных двигателей, начиная от 1,2-литровых турбомоторов и заканчивая 2,0-литровых турбомоторов, 275 лошадиных сил для версии RS. Дизельные двигатели насчитывают 4 агрегата от 1,5 до 2 литровых. Бензиновый Megane 3-го поколения встречается с 1,6-литровым атмосферником. Это, в первую очередь, двигатель Renault K4M. Простой и ресурсный, с ременным приводом ГРМ. Ремень надо менять каждые 120 тысяч километров, гидрокомпенсаторы в приводе клапанов присутствуют. В версии этого двигателя для Megane есть только один фазовращатель. Почти на всех машинах двигатель K4M здорово заляпан грязью, которая липнет к сочащемуся из него масло. Масло сверху сочится из подклапанного управления фазовращателем, из заглушек сзади ГБЦ, а также просачивается сквозь герметик, который уплотняет легкосплавную клапанную крышку. Масло появляется и по сальникам коленвала, но производитель помог решить эту проблему, выпустив обновленные тефлоновые сальники. Устанавливать эти сальники надо на сухую, а не по старинке, смазав маслом. Тогда течи по коленвалу долго не будут беспокоить. Ещё сервисам приходилось менять шестерню привода маслонасоса. При установке обновленной шестерни прекращались повторные течи масла по переднему сальнику коленвала. Вообще у нас на канале есть подробнейший обзор двигателя K4M. Там очень много всего интересного про его мелкие проблемы, а также про другие уплотнения. Позже на Megane появился новый 1,6-литровый мотор H4M. Его устанавливали также на Nissan под обозначением HR16DE. У этого двигателя цепной привод ГРМ, в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов. На Megane устанавливали версию с двумя фазовращателями и двойным набором форсунок. Там их 8 штук. Но впрыск распределённый. Это более интересный двигатель. У него меньше хлопотных болезней. Главное, не экономьте на моторном масле и прислушивайтесь к цепи ГРМ при пробеге в 200 тысяч километров. А регулировка тепловых зазоров подбором толкателей наиболее актуальна для автомобилей, которые оборудованы нештатным газовым оборудованием. Двухлитровый двигатель F4R от компании Renault Megane 3-го поколения достался только в турбированном варианте. Это достойный двигатель, но не будем на нём подробно останавливаться, потому что встречается он редко. У нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора. Ссылочка будет в описании. Чаще на Megane 3-го поколения встречается ниссановский атмосферник двухлитровый M4R. По сути, это увеличенный H4M с цепным приводом ГРМ и отсутствием гидрокомпенсаторов. Ни в коем случае нельзя экономить на моторном масле, потому что это неизбежно приведёт к масложору, а неквалифицированная замена свечей приведёт к срыву резьбы. С 2012 года компания Renault в Европе начала переводить свои автомобили на новые турбомоторы бензиновые объёмом 1.2 и 1.4 литра. Это разные моторы, у них нет гидрокомпенсаторов, а цепи ГРМ служат чуть более 120 тысяч километров. Эти моторы склонны к серьёзному масложору, особенно если немного перепробежать масло. У двигателя 1.2 впрыск непосредственный, у 1.4 распределённый. Самый распространённый дизельный двигатель под капотами 3-го Megane – это полторашка K9K. Это отличный мотор, причём уже во всех его исполнениях, то есть с ранней топливной системой Delphi и с поздней Continental. У нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора. Добавим, что сажевый фильтр и двухмассовый маховик, который достался самым мощным его модификациям, выхаживают 300 тысяч километров. Некоторые владельцы до сих пор меняют шатунные вкладыши, чтобы избежать их проворачивания. Чтобы этого не случилось, надо менять масло обязательно каждые 10 тысяч километров и не допускать его разжижения диз топливом при частых прожигах сажевого фильтра. Ну а для устойчивой работы этого двигателя подойдёт всесезонное моторное масло OnZoil Ideal 5V30, который обеспечивает надёжную защиту двигателя от износа, коррозии и высокотемпературных отложений при жёстких условиях эксплуатации. OnZoil – честная цена за качество. В природе существует Renault Megane 3-го поколения с двигателем старым 1.9 DCI, F9Q, а также с более новыми моторными братьями 1.6 DCI и 2.0 DCI. Если вам такой попадётся, то не сомневайтесь в его надёжности. У нас есть подробнейший обзор на двигатель 2.0 DCI, и выбирайте машину по состоянию. А теперь поговорим о механических трансмиссиях для Renault Megane 3-го поколения. В паре с менее мощными двигателями как бензиновыми, так и дизельными устанавливалась КПП JR5. С двигателями K4M можно встретить трансмиссию JH3. Эти коробки начинали гудеть уже к пробегу в 150 тысяч километров, а до этого могли отправиться на переборку из-за разрушения синхронизаторов одной из передач, а также были случаи обрыва тросиков кулисы. КПП JR5 более технологична и долговечна, но она недорогая в замене и ремонте. Правда, при существенном износе трансмиссии проще заменить её на контрактную. Обязательно позвоните в автостронг. А вот шестиступка TL6 не подвержена износу подшипников, правда, может огорчить текущими сальниками. А если говорить об автоматах, то единственное гидромеханическое классическое АКПП досталось двигателю K4M. Это старая DP2. Правда, это её глубоко модернизированная версия, Но в среднем она просится на ремонт каждые 100 000 километров. Правда, ремонтируется недорого. Ещё на двухпедальные Renault Megane устанавливали два типа вариаторов Jatco. В паре с ниссановским 1,6-литровым двигателем H4M устанавливали вариатор Jatco JF015. Этот вариатор доставил много проблем при пробеге до 40 000 километров. У него вылетали подшипники валов, а ремень проскальзывал по шкивам из-за резких стартов, а также из-за въезда на препятствия типа бордюр. Масло в этом вариаторе довольно быстро загрязняется, в том числе продуктами износа шкивов и дифференциала, что очень сильно вредит его гидравлической системе. В 2015-2016 году его сильно модернизировали, и ресурс до поломки увеличился до 150 000 километров. Более удачные вариаторы, которые доступны для двухлитрового мотора M4R JF011 может дожить до 200 000 километров. Но этот вариатор не жалует ни быструю агрессивную езду, ни вялое движение в пробках, ни подъемы на бордюры, которые также отражаются на его здоровье хоть и не так драматично. А капитальный ремонт стоит неприятно дорого. В 2012 году к двухлитровому двигателю подсоединили более долговечный и упрощенный вариатор JF016DE. Он способен пройти при бережном обращении до 250 000 километров. На «Меганах» третьего поколения с мотором 1.5DCI была доступна роботизированная трансмиссия 6DCT250. Её очень долго допиливали и улучшали, но всё равно она просится на замену на обычную «механику». Всё-таки её расходники, такие как сервопривод, переключение передач и комплект сцепления, стоят по 1000 долларов, а то и более. Ну а теперь мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. И у нас есть прекрасная новость. Теперь в «АвтоСтронг» вы можете купить не только качественные БУ-запчасти, но и новые запчасти. Так что звоните нам по телефону, пишите в мессенджеры, заходите на наш сайт и заказывайте «АвтоСтронг» не только БУ, но и новые запчасти. Ну что, мы на СТО и начинаем. Шассирину Megane предельно простое и недорогое. Передние рычаги подвески по оригиналу продаются только в сборе, но можно купить неоригинальные сайлентблоки и даже шаровую опору. Цена вопроса 15-20 долларов, а оригинальный рычаг в сборе стоит 130 долларов. Стойки переднего стабилизатора в оригинальной упаковке обойдутся по 35 долларов штука, но выхаживают по 80 тысяч километров. Также опорные подшипники амортизационных стоек служат оригинальные по 200 тысяч километров. Оригинал обойдется в 50 долларов. Оригинальные амортизаторы стоят по 110 долларов штука. При больших пробегах на плохих дорогах может потребоваться замена сайлентблоков переднего подрамника. Оригинальных сайлентблоков не существует, но есть небольшой выбор неоригинальных заменителей. Рулевая рейка Renault Megane может тихо постукивать в течение долгого времени. В принципе, вопрос со стуком можно решить с помощью обычного ремкомплекта. Не устанем повторять, что самый главный враг рейки – это влага, которая попадает в неё из-за порванных пыльников рулевых тяг. В задней подвеске ломаться буквально нечему. Балка крепится к кузову буквально через два сайлентблока. Это, пожалуй, самая дорогая деталь в ходовой Renault Megane. За оригинал придется отдать 230 долларов за штуку, но ходит этот оригинал более 300 тысяч километров. Заменители в 4-10 раз дешевле. Задние тормозные диски Renault Megane 3-го поколения идут со встроенными ступичными подшипниками, поэтому за неоригинал хороший просят от 170 до 230 долларов. За оригинал – 550. Чтобы не попасть на такие расходы и избежать повышенного износа тормозных колодок и даже заклинивания задних колёс, обязательно обслуживайте тормозные тросы и задние суппорты перед морозными сезонами. Ручник тут реализован на суппорте основного тормозного механизма. Никаких барабанов тут нет, привод ручника склонен к обморожению. Помимо обслуживания и своевременной замены тросов с лопнувшей рубашкой можно добавить возвратные пружины, которые помогут рычажному механизму отпустить колодки. Оригинальные тросы стоят по 30 долларов штука, меняются за полчаса. Объективно, Renault Megane 3-го поколения заслуживает внимания. Машина простая, без изысков, но стоит дешевле своих немецких конкурентов. Единственное, что если вам нужна такая машина на автомате, то этот автомобиль не предложит надёжных вариантов. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео в соцсетях и напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».